добрый день сегодня мы продолжаем тему формул и функций и мы сейчас создадим таблицу уже скажем так посложнее чем то что мы делали до сегодняшнего дня и попробуем использовать разные функции разные подсчеты и в конце мы оформим эту табличку подготовим ее уже для печати давайте мы будем работать с новым листом я создаю новый лист щелкаю на этом плюсике появляется новый лист табличка у нас будет из темы которая близка мне я зоолог и занимаюсь кольцеванием птиц и вот представим себе что мы кольцевали в течение 10 дней птиц и нам нужно подвести какие-то результаты и сделать описание того что мы наблюдали кого мы ловили и тому подобное мы проанализировать как бы ситуацию первое чего мы начинаем мы начинаем заполнение шапки нашей таблицы и первая колоночка у нас будет называться вид нажимаем кнопку направо тут давайте мы предположим что кольцевание мы начали заниматься 1 октября 14 года и закончили мы кольцевание допустим 10 октября 2014 года ну я надеюсь вы еще помните что не нужно каждый раз вводить вот эти числа достаточно использоваться автоматическим построением списков то есть мы возвращаемся на вот эту клеточку захватываем правый нижний угол черным крестиком тянем направо тянем пока у нас не появится 10 10 2014 отпускаем первая ситуация которую мы видим я немножко увеличиваю масштаб вот такие непонятные решетки начинающие пользователи многие впадают в панику потому что они знают что в вводили нормальные числа какие-то какие-то нормальные данные тут друг решетка давайте выделим какую-то из этих ячеек и посмотрим строку формулы тут все нормально видите нормальные даты а вот здесь мы видим что-то непонятное оказывается excel считает что некоторые данные можно ну несколько как бы прикрыть если они не помещаются ну имеется ввиду вот тут мы ввели дату а тут следующую дату и вот год вот это 2014 четверочка чуть чуть не поместилась внутри этой клетки и когда вводится данные в следующую клетку соответственно соответственно эта клетка как бы накрывает хвост если можно так сказать текста которого есть предыдущей клетки так вот если у нас бы тут действительно стоял бы текст ну допустим было бы написано там не знаю там парк шевченко и мы ввели рядышком пар горького то тогда мы бы увидели что в ячейке у нас осталось допустим парк шеф мы бы заподозрили что-то неладное и поняли бы что нужно или раздвинуть ячейку то есть сделать шире столбик или применить форматирование которое будет переносить слова если они не помещаются в ячейке а теперь представьте что у нас в ячейке записан миллион и последние два нуля не поместились то есть вы даже не будете подозревать что там чего-то не хватает вы увидите вместо миллиона вы увидите там десять тысяч и будете уверены что там десять тысяч и будете оперировать с этими цифрами соответственно два нуля извините это огромная ошибка поэтому чтобы не допускать таких ошибок вот эти вот типы данных которые мы разбирали раньше то есть это обычные числа это даты это время если они не помещаются в ячейке то excel выдает вот такой знак можно сказать тревоги в виде решеточек и это знак для вас что нужно сделать столбик пошире ну я напоминаю значит достаточно поставить мышку между заголовками двух столбцов сделать двойной щелчок и excel видите подобрал оптимальную ширину этой колонки и все поместилось но сейчас мы поступим немножко по-другому давайте исходить из реальной ситуации сколько можно словить птиц в день ну я как человек который немножко этим занимается могу сказать что да можно словить если там работает два человека можно словить ну там 400 500 и даже 600 птиц если вдвоем так это плотно работать но это всех птиц которые допустим в течение дня летят то есть если разбить их по видам то конечно максимальное количество одного вида может быть ну не знаю 200 300 то есть это трехзначное число а теперь посмотрите какая разрядность числа для того чтобы она заняла всю ширину столбца то есть 1 2 3 4 5 6 7 8 ну еще точки ну наверное разрядов 9 то есть нам по большому счету такие широкие столбцы не нужны поэтому давайте мы сделаем вот что мы сделаем эти столбики поуже а для того чтобы даты вот эти все помещались мы их просто повернем на 90 градусов и тогда все будет и видно и соответственно удобно работать так как наша табличка не будет столь широкой как мы это делаем для начала мы повернем наши вот эти вот даты на 90 градусов мы выделяем ячейки которых вот эти решетки на сегодняшний день нажимаем правую кнопку мыши формат ячеек выбираем и здесь мы находим закладочку выравнивание вот она вторая открываем выравнивание и теперь смотрите здесь вот пример текста и рядышком с текстом есть такой красный ромбик мы захватываем этот ромбик мышкой и тянем на самый верх так контролируем себя должно получиться 90 градусов жмом жмем окей надписи уже повернулись но по-прежнему их не видно захватываем нижнюю границу первой строки тянем немножко вниз и все у нас получилось для того чтобы сразу все сделать красиво и хорошо мы используем вот эти вот настройки то есть это расположение текста в ячейке мы делаем по центру по горизонтали оставляем по низу по вертикали да то есть они начинаются с нижней границы следующий этап нам нужно вычислить какой ширины должен быть столбик ну оптимальной ширины помните мы с вами высчитали что максимум три цифры будет ну допустим 999 давайте в объем какой-то столбик 999 и теперь начнем уменьшать ширину столбика так помещается помещается но еще меньше допустим 4 хватает хватает смотрите я гляжу вот на вот эту подсказочку которая около курсора и написано ширина 400 это в миллиметрах и тут же рядышком в пикселах или 33 пиксела то есть запоминаем вот эту цифру 4 то есть 4 миллиметра достаточно теперь проводя зажатой левой кнопкой по названием вот этих столбиков мы выделяем остальные столбики щелкаем здесь правой мышью правой кнопкой мыши и выбираем строку ширину столбца и впечатываем циферку 4 4 миллиметра и жмем ок все мы сделали все столбики шириной 4 миллиметра и повернули шапку на 90 градусов вот эту циферку 999 можно убрать чтобы она нас не путала и теперь давайте продолжаем набивку шапки таблицы десять дней прошло и в конце периода отлова нам нужно подвести итоги то есть узнать сколько птиц каждого вида мы словили значит эту колоночку мы назовем итогов здесь мы посчитаем допустим сколько грачей ворон и так далее в каждой строчке мы подсчитаем итог и следующая колоночка тоже очень интересная для того чтобы делать доклад из нашей таблички нам желательно оперировать не абсолютными числами то есть там 15 воробьев и 20 грачей нам более полезно сказать допустим 50 процентов это были зарянки 5 процентов грачей и так далее то есть вот процентное содержание но более удобно в этом плане и вот следующая колоночку мы назовем доля вида запятая процентов так теперь давайте сразу же немножечко оформим вот эти все вещи значит смотрите выделяем вот эту клеточку жмем выравнивание по вертикали по центру и по горизонтали по центру уже красиво выделяем вот эти две клетки то же самое по центру по центру ну и для вот этой клетки видите здесь не видно часть букв нажимаем вот эту вот кнопочку то есть это перенос слов если они не помещаются вот теперь все выглядит совершенно по-другому в принципе то же самое можно было сделать нажав правой кнопкой давайте я покажу правой кнопкой выбрать формат ячеек и по выравнивание сделать то же самое по центру по центру и поставить птичку переносить по словам окей так теперь давайте мы заполним какие-то виды понятно не будем привязываться что это за виды и я не претендую на научность этой таблицы потому что я ее придумываю прямо вот здесь сидя перед компьютером поэтому сильно не придирайтесь к ней я выбираю просто какие-то не очень длинные названия и желательно название как бы из одного слова ну вот уже крач я упоминал его зарянка дальше яблик дальше крапивник допустим юрок пять видов прежде чем мы начнем заполнять табличку какими-то данными которые мы тоже с вами сейчас придумаем давайте мы здесь тоже подпишем строки с итогом который мы подобьем значит тут мы вычислим два параметра первый параметр у нас будет называться итогов запятая особей второй параметр это у нас будет итогов запятая видов это тоже интересная характеристика потому что в какие-то дни бывает очень много птиц летит попадается очень много но это буквально там один-два вида другие дни птиц ловится мало но зато буквально каждая птица другого вида то есть постоянно то есть видов будет очень много и вот эти вещи мы тоже сможем проанализировав подсчитав вот эти цифры итак теперь заполняем саму табличку ну скажем симулируем реальную ситуацию реальное отлов и кольцевание и могу по своему опыту сказать что в какие-то дни миграция идет очень хорошо то есть все ловится и наши таблички будут заполнены все ячейки то есть все виды ловились в той или иной степени в какие-то дни отлов просто невозможен ну почему очень сильный ветер дождь и наши орудия лова просто не будут работать или какая-то такая ситуация что просто миграция не идет а в какой-то день она плохо идет и буквально один вид какой-то словился буквально пара особей а остальных было ну мало и вообще их не было итак к чему это веду значит у нас табличка не будет забита полностью вот как часто бывает а таблица у нас будет достаточно рыхлая ну давайте придумывать цифры допустим в первый день грача было 2 зарянок было там 12 зябликов не было крапивник был 1 юрков не было видите мы две ячейки вставили без заполнения дальше грачей не было зарянок было 10 зяблика 2 крапивника 2 юрок 1 тут одна ячейка осталась не заполнена дальше будем считать что 3 числа ну как говорится поперло так поперло значит грачей было 5 зарянок было 45 зябликов 8 крапивников 5 и юрков 3 значит все ячейки мы заполнили тут давайте зарянок 20 зяблика 3 и юрок 1 так помехнулся вот юрок 1 здесь ловились только зарянки 10 штук а вот 6 числа был сильный ветер дождь и не ловилось ничего мы эту колоночку оставляем просто пустой дальше 7 числа ситуация стала чуть похуже простите получше соответственно тут было 2 тут 1 и все 8 числа еще лучше появился 1 грач появилось 23 зарянки 3 зяблика и 1 крапивник 9 числа грачей не было зарянки 3 зябликов 6 крапивников 6 и юрок 1 ну пусть будет 2 так и 10 наконец числа тоже совершенно произвольные цифры тут 1 и крапивник 1 все достали ну какая-то табличка у нас готова в принципе ее вполне достаточно для того чтобы выполнить наши задания по использованию формул и использованию функций простых пока что мы работаем только с простыми функциями итак давайте сначала подсчитаем вот эти вот данные то есть сколько и того птиц мы словили за весь период вот этот отлов для начала ставим курсор клеточку L2 то есть мы сейчас подсчитаем сколько грачей мы словили за все это время и тут достаточно нажать просто вот эту кнопку один ну не нужно раскрывать даже вот для подменю просто нажать на сумму кнопку появляется сумма и вот тут посмотрите почему я в прошлый раз говорил что обязательно нужно проверять какой диапазон для вычисления используют функции так как у нас табличка не сплошная а рыхлая можно сказать имеются пустые клетки функция определила ближайшую клетку с данными уперлась вот этот вот промежуток и все дальше не пошла то есть нам сейчас нужно вручную указать диапазон который нужно посчитать ставим белый крестик на первую клеточку первого числа с грачами и протягиваем до десятого то есть это будет с клетки B2 по К2 то что мы здесь видим завершаем вот я нажму птичку дальше как вы понимаете все считается точно так же поэтому нам повторно формулу вводить не надо просто мы растягиваем вниз и получаем количество птиц каждого вида который мы словили за все десять дней пока что вот эту колоночку мы не трогаем почему потому что у нас нету общей суммы то есть для того чтобы вычислить процент нам нужно знать общую сумму ну и сначала подсчитаем вот здесь и заодно у нас появится общая сумма и так подсчитать особей неважно каких видов но которые мы словили первого октября пока что все точно так же выбираем клеточку нужную жмем кнопку сумма видите опять неправильно функция определила диапазон мы ей помогаем выделяем нужные клетки завершаем вот и теперь крестиком правом нижнем углу протягиваем до конца таблицы вернее до конца вот этих дат когда мы ловили и даже немножко дальше то есть мы практически вот здесь у нас посмотрите сумма вот этого столбика то есть вот эта клеточка содержит количество всех птиц всех видов которые мы словили за весь период теперь мы можем приступить уже к вот этой колонке то есть у нас есть количество особей каждого вида и есть общее число ну кто забыл напоминаю что для того чтобы вычислить процент или как мы написали долю необходимо меньшее число допустим количество врачей разделить на общее какое-то число в данном случае это общее количество видов почему называют доля то есть очень часто для получения для демонстрации сколько процентов занимает в целом какое-то частное используют круговую диаграмму и соответственно если взять все целое за единичку то вот эта долька вот этого пирога она будет там 0,1 0,3 и так далее но согласитесь что манипулировать десятыми сотыми не совсем удобно поэтому полученную вот эту долю умножают на 100 и приписывают значок процента то есть таким образом получается процент это удобно итак для вычислений доли грачей в общем числе ставим знак равно выделяем количество грачей делим на общее количество птиц которые мы словили пока что на 100 мы не умножаем я потом скажу почему и завершаем вот вот мы получили какое-то число 5 сотых дальше мы хватаем правый нижний угол этой формулы и растягиваем вниз и видите та же проблема которую мы разбирали прошлый раз почему потому что при смещении формулы вниз давайте я вот эту формулу покажу сделаю двойной щелчок видите сместился не только этот адрес вместо L2 L3 но и вместо L7 добавилось L8 в прошлый раз мы говорили как поступать в этой ситуации то есть я вот жму F2 то есть начинаю редактирование клеточки и теперь нам нужно заморозить вот этот адрес L7 для этого я жму кнопку F4 вставляются значки доллара и адрес превращается в абсолютный завершаем вот хватаем правый нижний угол и тянем вниз вот теперь как говорится совершенно другое дело я не дотягиваю вот сюда потому что ну 180 делить на 180 это будет 1 ну понятно или 100% теперь не снимая выделение с вот этого блока давайте мы переведем его в проценты помните на одном из прошлых занятий мы говорили что Excel умеет обычные какие-то числа и там даты и время представлять разными форматами в данном случае нам нужно вот эту вот долю умножить как бы на 100 и перерисовать значок процента то есть нам нужен процентный формат на панели вот здесь эта кнопочка вынесена она так и называется видите процентный формат нажимаем ее и действительно видите домножились все числа домножились на 100 и приписался значок процента пока что еще тоже не снимаем выделение почему в некоторых случаях если взять калькулятор и сложить все вот эти числа то получится число или меньше или больше 100 то есть или 99 или 101 почему потому что вы видели какие там были числа и соответственно когда умножилось на 100 и округлилось до целых то в результате вот этого округления могло получиться число сумма вернее может получиться или меньше или больше чтобы в результате у нас получилось точно 100% лучше добавить один знак после запятой и тогда уже точно у нас в сумме будет получиться 100% железный вот вот эти кнопочки помните увеличить разрядность уменьшить разрядность в прошлый раз мы уменьшали разрядность сейчас мы увеличим на один знак появился один знак после запятой и получилось у нас действительно все красиво переходим в последней части нашей таблички нам нужно почитать количество видов которые отлавливались каждый день для этого нам тоже достаточно пока что вот этой кнопки с простыми функциями мы выделим нужную ячейку открываем на этот раз не просто нажимаем открываем вот этот список функций и выбираем функцию счетчик в некоторых переводах на русский язык там будет слово число да ну скорее всего это английское слово номер которое разные переводчики перевели по разному то есть выбираем вот эту среднюю функцию счетчик или число и опять видим что неправильно тут уже вообще неправильно функция выбрала диапазон то есть она выбрала ближайшее число а ближайшее число это уже итоговая строка то есть она вообще не должна входить в формулу поэтому мышкой с белым крестиком выделяем нужный нам диапазон только напротив птичек и завершаем ввод три вида давайте посчитаем раз два три все правильно мы сделали теперь протягиваем дальше и можем протянуть опять таки аж до общей суммы чтобы увидеть сколько же всего видов у нас было в отловах значит давайте проверим ну такие самые яркие случаи вот в этот день все клеточки были заполнены действительно вот эта цифра эта пятерка совпадает с этой пятеркой все виды ловились в этот день тут мы сделали специально пустую колонку видите тут и ноль особей и ноль видов все мы сделали нормально еще одну такую хитрость хочу вам показать в некоторых случаях вот не нужно чтобы на печати была там сумма средний подсчет количества заполненных ячеек в таблице то есть нам нужно посмотреть просто большая сумма маленькая примерно чему она равна и так далее чтобы не залазить вот эти вот функции не писать формулы самые основные формулы excel может сам подсчитывать автоматически просто при выделении диапазона ну допустим мы не знаем сколько здесь птиц мы словили мы хотим просто посчитать много тут или мало что мы делаем мы просто выделяем вот этот диапазон и обращаем внимание на вот эту вот часть excel обратите внимание здесь три показателя количество да то есть количество чисел 5 действительно их 5 сумма 66 действительно 66 ну и среднее на всякий случай 13,2 ну среднего мы тут не вычисляли но можно вычислить более ранних версий excel а здесь может быть одна какая-то функция один показатель но они легко добавляются и меняются правой кнопкой мыши значит ну здесь это работает немножко по-другому да здесь видите просто можно добавить вот минимум максимум и так далее а более старших версиях excel здесь видна допустим только сумма нажимаешь правой кнопкой мыши и можно выбрать ту функцию которая тебе более актуальна и так мы с вами сделали вот такую табличку и все почитали все хорошо но молодцы и теперь нам нужно ее оформить для того чтобы ее можно было распечатать или вставить в какой-то там текст здесь мне в принципе большая часть нравится ну можно сделать вот эти колоночки чуть поуже так я делаю поуже и смотрю давайте сделаем чтобы были одинаковые последние две давайте сделаем допустим 6 миллиметров вполне все поместилось тут попробуем шесть мало нормально нормально да по 6 миллиметров эти у нас по 4 миллиметра и колонку вид мы сделали слишком широкую значит можно сделать тут просто двойной щелчок подбирается оптимальный оптимальная ширина можно на всякий случай сделать чуть побольше чтобы дальше были цифры и теперь мы можем уже оформлять эту таблицу значит давайте мы оформим ее вручную и оформим ее официально то есть не для презентации а именно для распечатки для внедрения допустим в какой-то отчет или дипломную работу мы выделили вот эту табличку в данном случае я как бы провел просто мышкой белым крестиком сначала до конца да наискосок а можно было я напоминаю поставить мышку на какую-то заполненную ячейку и зажать control и звездочка на дополнительной клавиатуре выделяется таблица теперь мы находим кнопочку отвечающую за оформление таблиц открываем и для начала выбираем все границы да чтобы разграфить как бы полностью нашу таблицу следующее мы открываем еще раз и делаем толстую внешнюю границу для того чтобы она как бы обвела всю нашу табличку более толстой линией вот она видна и последнее давайте шапку тоже отделим толстой линией то есть выделяем шапку и еще раз нажимаем вот эту кнопку все у нас табличка в принципе готова давайте мы посмотрим как она будет выглядеть на печати у меня вынесена вот эта кнопка просмотр и печать я напомню что можно ее вынести очень просто нажать вот этот треугольничек настроить панель быстрого доступа и отметить здесь вот этот просмотр и печать нажимаем вот эту кнопочку просмотр и печать и видим как будет выглядеть наша табличка при печати конечно мелковато немножко но вот у нас вот есть действие в правом нижнем углу то есть если мы щелкаем то масштаб увеличивается все помещается если еще раз щелкаем опять мы видим страничку целиком так ну печатать мы сейчас не будем поэтому возвращаемся обратно и давайте мы попробуем эту таблицу готовую вставить в документ ворда для этого для этого я запускаю microsoft word я запускаю его через total commander можете через пуск и так далее так вот наша страничка ворда control звездочка дополнительно клавиатуре выделяем жмем control c копировать видите побежала рамка вокруг переключаемся жмем control v вот у нас вставилась табличка причем обратите внимание уже никаких формул ставились только результат вот эту табличку дальше уже можно оформлять как то дополнительно допустим растянуть по всей ширине страницы и тому подобное то есть мы перенесли таблицу из excel в word и дальше уже с ней ее можно использовать для текста на этом мы сегодня заканчиваем если урок понравился жмите лайк подписывайтесь и до новых встреч уроков с верхом на во на в